Балак, глава Балак. В этой главе мы встречаемся уже с темой идейного противоборства Израиля и народов мира. Это противоборство, это противостояние не могло быть возможным все время, пока не существовало первого в истории еврейского государства. В предыдущей главе, в Укад, Муша основывает на восточном берегу Иордана, после завоевания Сихона и Башана, первое в истории государства Израиля. Только после того, как существует конкретное еврейское государство на конкретной территории, после этого начинается идейное противостояние, поскольку людей в мире начинает интересовать то, что думает народ Израиля. До этого никого не интересовало. Мыли в пустыне, делайте в пустыне, что хотите, говорите с кем хотите и о чем хотите. Нас это не касается. Пришли в заселенную землю, создали народ, создали государство. Есть у нас возможность разговаривать, есть возможность духовного противостояния. Народ интересует наши идеи. Билам претендует на то, чтобы быть альтернативой Муша. В чем отличие Билама от Муша? Не входя в подробности, мы видим, что несмотря на постоянные утверждения Билама о том, что с ним разговаривает Ашем, четырёхбуквенно именит Кевавкей, проявление Всевышнего, на самом деле с ним общается Элухим. Элухим – это проявление Творца через высшие слои природных сил. Билам не морален, и поэтому встреча, личная встреча, желательный, желанный контакт со Всевышним невозможен. Для того, чтобы заслужить откровенное, от прощения, личное обращение Творца, необходимо быть как минимум морально. У Билама этого нет. У Билама есть духовная техника, которая заменяет ему мораль. Обладая такой духовной техникой, может быть супер-колдуном, можно зайти со Всевышним как бы с заднего крыльца, украсть у него знания, информацию, встретиться нельзя. По Билама все время Твора пишет «встретился ему Ашем» или «говорил с ним Элухим», но никогда не написано, что Ашем, четырёхбуквенно именит, говорит с Биламом. Поэтому на самом деле при всём автоматизме пророчества Билама, при всём его, казалось бы, техническом преимуществе, он качественно отличается от Муше и его пророчества. А ведь Муше и его пророчества – это не просто личное дело Муше, это та модель близости ко Всевышнему, которую народ Израиля предлагает человечеству. И эта модель основана обусловленным моралью. Невозможно заслужить обращение Творца в израильском стиле, пророчества в израильском стиле, без того, чтобы человек был моральным. Поэтому преимущество Билама, оно техническое. Он умеет украсть информацию, умеет украсть потайные огни света, потайные искры. Но общение, личное общение со Всевышним он не заслуживает. Поэтому Муше есть не количественное, не техническое, а качественное преимущество. Надо сказать, что в конце этой главы Билам восхищается народом Израиля, какие шатры, какая семья, как всё у них замечательно, благословение его огромное там. И вопрос, почему? Почему именно Билам, который стоит вне Израиля, видит такие замечательные вещи? Ответ именно потому, что он вне Израиля. Находясь внутри Израиля, ты, как правило, видишь недостатки, как правило, видишь детали, нюансы. Не видишь всю картину, видишь только отдельные секторы этой картины. В отдельных секторах, в отдельных нюансах всегда есть неполнота и недостатки. Именно смотря на народ Израиля извне, особенно с горы, сверху вниз, тогда можно получить цельное представление об этом народе. И когда Билам смотрит и видит весь Израиль, а ведь Балах всё время заботился о том, что он видел только край Израиля, никогда не видел весь Израиль. Но в конце концов Билам увидел весь Израиль, восхищается им, завидует им. И хотя мы знаем из дальнейшего рассказа, что он действовал против Израиля и погиб, в конце концов, на войне от руки Пенхаса, в любом случае именно благословение Билама, описание Билама дают наиболее точное и адекватное представление о народе Израиля и его истории в человеческой истории. Продолжение следует...